Несколько слов хотелось бы сказать об Аллене, первом епископе методистской епископальной церкви. Родился в рабстве в Филадельфии. В христианство обратился благодаря служению одного священника-методиста. То есть Ричард Аллен был сыном пробуждений. Во время пробуждений хозяин Аллена и его семьи также стал христианином с новым убеждением, что рабство и Евангелие несовместимы, поэтому в последующие за обращением года он позволил Аллену и его родным купить себе свободу. Это было в 1783 году. То есть к 23 годам Аллен стал свободным человеком и странствующим проповедником, методистским проповедником. Проповедовал в общинах веренного ему региона. В 1786 году, три года спустя, он отправился в Филадельфию и стал членом методистской церкви Святого Георгия. Это была смешанная община, в которую входили и афроамериканцы, и белые. Аллен обучал взрослых, проводил молитвенные собрания, а на жизнь зарабатывал тем, что продавал обувь, убирал мусор, а также был подрядчиком, руководил бригадой трубочистов. В общем, стал предпринимателем, бизнесменом, оставаясь посвященным христианинам. В начале 90-х годов XVIII века в церкви Святого Георгия произошло нечто, что коренным образом изменило профессиональное будущее Аллена и картину религиозной жизни Америки в целом. Давайте откроем крестоматию на страницах 70-71. Это один очень важный момент и в жизни Аллена, и в истории афроамериканской церкви. Страница 70-71. Прошу кого-нибудь из вас прочесть абзац, который начинается в середине страницы 70. Некоторые из нас обычно посещали Церковь Святого Георгия. Кто будет читать? Спасибо, Брэдли. Некоторые из нас обычно посещали Церковь Святого Георгия на 4-й улице. Когда количество темнокожих прихожан значительно возросло, они пересадили нас с привычных мест на новые возле стены. Когда в воскресенье утром мы пришли в церковь, псаломщик стоял у двери. Он попросил нас пройти на балкон и занять места там. Мы подумали, что это будут те же места, что и внизу. Ничего лучше мы не придумали. Туда и сели. К тому времени собрание началось. Песнопения уже заканчивались, и как только мы заняли места, священник призвал всех к молитве. Едва мы встали на колени и начали молиться, послышалось довольно громкое шарканье и негромкие голоса. Я поднял голову и увидел одного из попечителей, который схватил и псалома Джонса, поднял его с колен и потребовал «Встаньте! Вы не должны здесь опускаться на колени!» «Давайте дождемся окончания молитвы», ответил Джонс. К тому времени молитва завершилась, все вышли из церкви, и больше мы ни с кем не сталкивались. Случившееся вызвало у граждан резонанс и вопросы, такие, что, надеюсь, им стало стыдно за свое поведение. Но, мой дорогой Господь был с нами, и мы исполнились решимости возвести дом для поклонения Богу. Повторю, это 1794 год, описывается момент, когда церковь Святого Георгия разделилась по расовому признаку. Темнокожих членов общины, в том числе и Алена, подвергли унижениям прямо на богослужении, и они массово вышли из общины с намерением создать собственную церковь. Давайте продолжим читать. Текст внизу, страница 70. Кто-нибудь начтите со слов «Тогда мы арендовали». Спасибо, Джон. «Тогда мы арендовали склад и провели служение самостоятельно, но нам стали угрожать отречением и публичным запретом на посещение собраний, если мы продолжим собираться в том месте, которое арендовали. Но мы верили, что Господь будет нашим другом. Мы разослали подписные листы с намерением собрать средства на строительство Дома Божия. Мы ждали доктора Раша и мистера Роберта Ролстона и поведали им о нашем бедственном положении. Мы сочли благословением то, что Господь положил нам на сердце их дождаться. Они посочувствовали нам сложившейся ситуации, полностью согласились с необходимостью создания церкви, были к нам весьма дружелюбны и посоветовали, что делать дальше. Итак, афроамериканские лидеры, которых исключили из церкви Святого Георгия, взялись за поиски места для постройки здания, которое позже станет известно как церковь Вифиль, место для собрания афроамериканской общины. Давайте прочтем еще небольшой фрагмент, который начинается со словом «Мы подверглись серьезным преследованиям». Мы подверглись серьезным преследованиям со стороны тех, кто был связан с методистами. Однако у нас есть причина быть благодарными всемогущему Богу, нашему Избавителю. Определили день, в который мы будем рыть котлован. Я встал рано утром и предстал пред престолом благодати с прошением благословить наши труды. Собрав к этому времени две или три собственные команды, как человек, первым предложивший открыть африканскую церковь, я первым приступил к работе. Это была первая возведенная в США африканская церковь или дом собраний. Несмотря на жесткие преследования со стороны старейшины, мы выступили за присоединение к методистам, поскольку я был уверен, что никакая религиозная группа или деноминация не способна укрепить потенциал цветных церквей так, как методисты, ибо простое и доступное изложение Евангелия наилучшим образом подходит всем. Так оно понятно и неграмотным, и совершенно точно грамотным. Именно этим объяснялись очевидный успех методистов во время пробуждения и обращения к Богу цветных людей. Простое учение и надлежащая дисциплина. Любопытное утверждение, не так ли, несмотря на то, что из методистской церкви их исключили, они все равно пожелали остаться в методистской деноминации. Почему? Как Аллен это объяснил? Обращение в веру других темнокожих людей? Да, методистам как никому другому удавалось приводить к Богу рабов и афроамериканцев. Почему? Как это объясняет Аллен? Они умеют говорить так, что сказанное понимают даже неграмотные люди. Верно, и здесь снова возникает тема популизма. Методисты умеют доносить свою мысль до простых людей и к ним обращаются. Итак, как минимум поначалу Аллен, Апсалом Джонс и другие были нацелены на создание афроамериканской методистской церкви. Именно методистской. Описываемая здесь церковь Вифиль была создана в 1794 году. Это была первая афроамериканская методистская церковь в Соединенных Штатах. В 1799 году, то есть пять лет спустя, Эсбери Лукоположил Аллена на дьяконское и пастырское служение в Эфиле. Однако, в последующие десятилетия церкви приходилось прилагать усилия для сохранения своей автономии. Белые методисты непрестанно пытались подорвать служение. Постоянно приходилось решать вопросы юрисдикции и управления. В 1816 году, после многолетних споров с белыми по поводу сферы духовных полномочий, Аллен собрал темнокожих лидеров, и они сформировали афроамериканскую динаминацию первую в Соединенных Штатах, африканскую методистскую епископальную церковь АМЕ. Это была уже не методистская церковь в чистом виде, несмотря на то, что богословие осталось методистским. Это была новая динаминация, африканская методистская епископальная церковь, первым епископом, который стал сам Аллен. К 60-м годам 19-го века, то есть к началу Гражданской войны, она насчитывала уже 21 тысячу членов. Это свидетельствовало о быстрых темпах ее роста. Даже сегодня Африканская методистская епископальная церковь одна из крупнейших афроамериканских динаминаций, исключительно афроамериканских в Соединенных Штатах. Согласно данным, на 1990 год членами этой церкви были 3,3 миллиона человек, а количество общин составляло более 7 тысяч. АМЕ была первой из целого ряда возникших позже афроамериканских динаминаций. Напомню, появилась она в XIX веке. Другая динаминация, также созданная на ранних этапах, называлась Сионская АМЕ или АМЕ Сион, Африканская методистская епископальная Сионская церковь. Сегодня она представлена примерно 3 тысячами общин в США и миллионам двумястами тысячами членов. Таким образом, фигура Аллена значима по ряду причин. Он первый епископ первой афроамериканской динаминации в США АМЕ, лидер-стратег, руководящий созданием и ранним развитием этой динаминации. А также, что любопытно, известный автор сборника гимнов, куда вошли спиричелсы темнокожих христиан, исполняемые на богослужениях религиозные песнопения в африканском стиле. Аллен сыграл важную роль как пастор, проповедник, организатор, лидер, а также как автор сборника гимнов. Ну и, наконец, несколько слов о том, что можно назвать афроамериканским великим пробуждением. В это время многие темнокожие люди приходили к Богу во многом благодаря усилиям темнокожих благовестников, трудившихся в 19 веке. Особенно заметным этот труд стал после Гражданской войны, в период, часто именуемый афроамериканским великим пробуждением. Те из вас, кто читал книгу Кейса, уже знаком с этой темой. Интереснейшее повествование, касающееся периода грубо с конца 60-х годов 19-го по 10-е годы 20-го века. По оценкам Райли Кейса, в 1860-м году, когда рабство в США было еще законным, 22% темнокожего населения страны были христианами, 22% афроамериканцев в США исповедовали христианскую веру. По данным на 1860-й год, к 1900-му году, то есть 40 лет спустя, эта цифра выросла до 42%, очень существенно, почти вдвое. 42% афроамериканцев называли себя христианами. Как показывает Джей Райли Кейс, это произошло во многом благодаря служению неформальных, как он их называет, темнокожих проповедников, темнокожих благовестников, увещевателей, миссионеров. Из повествования следует, что среди афроамериканцев, особенно после Гражданской войны, наблюдались решительные схватки, жаркие дебаты по вопросу о том, как темнокожие христиане должны принимать христианскую веру, как ее усваивать. Были так называемые формальные христианские лидеры, утверждавшие, что афроамериканская церковь должна следовать правилам, установленным белыми христианами. Нам говорили, они необходимы более качественное образование, надо открывать учебные заведения, важно убедиться, что темнокожие христиане были так же хорошо подготовлены, так же хорошо образованы, так же профессиональны. Таков формальный подход к делу, свойственный таким людям, как Дэниел Александр Пейн, священник и лидер Африканской методистской епископальной церкви, который отстаивал необходимость образования для совершения служения. Итак, первая позиция гласила, чтобы церковь развивалась, священникам надо учиться. Дэниел Александр Пейн. В АМЕ она хоть и была преобладающей, в конечном итоге в афроамериканском христианском сообществе не победила. Гораздо более убедительными были взгляды Генри Макнила Пейна. Прошу прощения. Тернера. Генри Макнил Тернер, которого, думаю, можно назвать лидером неформального подхода. Генри Макнил Тернер был необразованным увещевателем. Образования у него не было. Он считал, что для развития необходимо непринятие правил белых людей и сохранение того, что действовало, что было справедливого похурабства. Нам, Гаврилон, надо использовать рвение и силу, преданность и мужество темнокожих проповедников, независимо от того, есть ли у них официальные полномочия или нет. развитие обеспечит не образование и квалификация, а проповедь Евангелия со всей нашей страстью, со всем нашим рвением изо всех наших сил. Не стоит перенимать модели проведения богослужений белых христиан. Надо придерживаться собственного уникального стиля поклонения, того, который был нам свойственен еще при рабстве. Надо, чтобы у нас были проповедники, способные всколыхнуть собрание, вызвать у него живой отклик на Писание. Надо, чтобы была музыка, наша музыка, наши песнопения, наши спиричусы, напоминающие и о радостях и о печалях жизни афроамериканцев. не следует стыдиться присущего нам бурного выражения чувств. Пусть это будет, будет вот такой страстный отклик, основанный на убеждении, что в наших восклицаниях, танцах и других видимых формах выражение любви ко Христу, он тоже себя являет. Повторю, разногласия среди афроамериканских христиан касались того, принимать ли правила и нормы, установленные в белых церквях, или же прокладывать свой собственный новый путь. Это то, что касается афроамериканской церкви. Вопросы или замечания по этой теме есть? Джон, не могли бы вы пояснить позицию Пейна? Да, Пейн говорил примерно следующее, послушайте. Если мы хотим, чтобы афроамериканские церкви успешно развивались, надо убедиться, что мы играем по правилам. Необходимо обеспечить нашим молодым людям формальную подготовку, изучение греческого и древнееврейского языков, блестящее богословское образование. Для этого необходимо открывать семинарии, университеты для темнокожих студентов. Успех зависит от образования. Такой расклад. Так что, если мы хотим завоевать уважение белого населения, важно играть по их правилам, следовать их образцу. То есть, этот человек высказывал противоположное мнение. Да, верно. Пейн и Тернер отставили разные подходы к развитию афроамериканской церкви. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tv-семинари. Субтитры подогнал «Симон»